Говорить о развитии региона традиционно начали с промышленности. Рост ее индекса, по словам Максима Авдеева, соответствует общероссийскому. В регионе реализуются 70% подписанных на экономических форумах в Петербурге соглашений. Особенно по словам зампредов, в последние годы активизировались крупные производства. Однако и здесь есть проблемы, и, пожалуй, главная из них – кадровая. Этот вопрос, убежденный в правительстве, нужно решать со среднеспециальными учебными заведениями. Торгово-промышленная палата переходит к консолидации предприятий по отраслям с тем, чтобы формировать понятный выраженный отраслевой заказ. Чтобы не каждое предприятие пыталось приходить к конкретному учебному заведению, среднеспециальному, и говорят, мне нужно два человека. Предприятие говорит, мы с удовольствием, но два под два мы кафедру не откроем, отдельное направление, дайте нам хотя бы сколько-то. Чтобы формировать консолидированный заказ под эти направления. И это, на наш взгляд, позволит открывать дополнительные направления. Особенно из-за закрытия границ регион нуждается в рабочих специальностях. Уже сегодня количество вакансий превышает число официально нетрудоустроенных. Зато количество предпринимателей выросло в два раза по сравнению с 2016 годом. Хорошую статистику показывает и сфера туризма. С 2 миллионов в 2016 до 3,5 миллионов только за 8 месяцев этого года в регион едут в основном Москва и Петербург. Закрытые границы этому способствовали. Теперь Ярославская область перестала быть регионом выходного дня. Для туристов уже не хватает гостиниц. Мы ожидаем из крупных в начале 2022 года открытие 4-звездочной гостиницы «Соколёна». Это рядом с ареной достаточно крупная. И очень рассчитываем, что в конце этого, в начале следующего года, мы перейдем к реализации проекта строительства 5-звездочной гостиницы на Волжской набережной. Улучшение туристической инфраструктуры ожидается еще в нескольких городах области. В настоящий момент мы подали на рассмотрение в Минстрой заявки, итогом которых должно стать попадание достаточно значительного количества сумм на развитие инфраструктуры Ростова, Углича. Надеемся, что очень серьезную поддержку получит Тутаев. В связи с этим стратегическим становится направление транспорта. Ярославский аэропорт пропускает уже 90 тысяч пассажиров в год. Есть 8 активных направлений. На стадии согласования – организация пункта международного пропуска. В прямом авиасообщении с Ярославлем заинтересованы Турция, Азербайджан, Узбекистан и такие крупные российские города, как Архангельск и Новосибирск. А вот реализацию транспортной реформы именно в Ярославле Максим Авдеев хорошей не назвал, хотя и подчеркнул, что она нужна. Почему? Потому что вот эта сеть маршруточно-автобусная, они друг друга убивали. То есть, понятно, да, маршрутки собирали всю доходную часть, да, а автотранспортное предприятие возило воздух. А где произошел сбой? Сбой произошел на стадии исполнения. Проблемы возникли в двух вещах. Первое – в водителях. То есть компании отыгрались, выиграли, а водителями оказались необеспечены. В любом случае, к сожалению, достаточно высокий износ автотранспортных средств. И сходы в городе по этой причине тоже, к сожалению, достаточно высоки. Совсем другую оценку, нежели в сфере транспорта, в Ярославле запрет дал более изящному направлению. Количество учреждений культуры в регионе за последние пять лет увеличилось до 800. Теперь основная задача правительства – увеличить посещаемость клубов и библиотек. В Красноперековском районе планируют создать театральный квартал. Цена вопроса чуть больше трех миллиардов рублей. Заявка уже в Минфине. И это не единственный масштабный проект. Это первое – выкуп и приспособление под музей в Переславле, старой территории завода ЛИД. Прямо вот вгрызаемся. И я очень надеюсь, что в ближайшее время мы этот вопрос решим. Это позволит существенно, во-первых, переместить экспозицию с Горецкого монастыря. А второе – создать там приличное общественно-досуговое пространство. И второй в стратегической задаче перед нами – это вопрос так называемого вывода госпиталя Минобороны из нынешнего здания, которое у нас сейчас находится в центре. Буквально рядом с нашим музеем-заповедником. И перевод туда экспозиции музея-заповедника. Поговорили и о здоровом образе жизни. С 2016 по 2021 год в Ярославской области на 10% выросло количество спортсменов. И это показатель напрямую связан с тем, что количество спортивных объектов постоянно растет. Появились стадионы в Тутаеве, Рыбинске, Гаврилов-Яме и Переславле. Среди крупных объектов зампред вспомнил создание биатлонного стрельбища и трассы в Дюмино и трамплина в Подолино. Еще один перспективный проект мирового уровня – волейбольный центр в Ярославле. Андрей Децель. День события. Продолжение следует.